Всем привет, мои дорогие друзья, рад приветствовать на моем канале. Надеюсь, вам нравится сегодняшняя серия, не забывайте ставить лайки и подписываться, а также комментировать. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, заходите туда, можете со мной поговорить и задать мне какие-то определенные вопросы. Вех с наступающим. О мире от первого лица. Я чувствую, что нам дают отворот-поворот. Сначала Римуру исчезает без предупреждения, затем, пока мы пытаемся найти ее, Ирума тоже исчезает, и, наконец, после нескольких напряженных минут Римуру пишет нам, что они оба вернулись на поверхность. Эти двое поднимаются нам навстречу, выглядя несколько встревоженными. Прежде чем они успевают что-либо сказать, я поднимаю их обоих, по одному под каждую руку. Ронов, ты знаешь этот парк лучше, чем кто-либо из нас, в центре для потерянных детей продают детские поводки. Они делают. Услужливо подхватывает он. Тогда мы идем туда, категорично заявляю я, направляясь туда с двумя нарушителями спокойствия в руках. В этом нет необходимости. Римуру протестует, извиваясь и суетясь в моей хватке. Тогда перестань убегать, или я это сделаю. Я огрызаюсь в ответ. Я, конечно, не шучу, но эти двое были источником большого стресса сегодня. Сначала Ирума заблудился, а потом Римуру повела себя жутко, телепортируя себя и Ируму повсюду. На самом деле, я просто хочу, чтобы все на некоторое время перестало быть таким беспокойным. Моя маленькая шутка закончилась, я поставил Ируму и Римуру обратно на землю. «Вы в порядке, мастер Ирума?» Спрашивает Асмоди у меня за спиной. Он беспокоился об Ируме все это время, он действительно, кажется, полностью посвятил себя ему. «Да, я в порядке, я думаю». «Однако вся эта ситуация была слишком сумасшедшей», говорит Ирума с усталым вздохом. «Ты можешь сказать это снова?» «Что вообще произошло?» Я спрашиваю. Ирума, похоже, не решается что-либо сказать, поэтому Римуру заговаривает первый. «Я буду честен с тем, что произошло, этот взрыв был просто способом для Кирива привлечь мое внимание, у этого чудака есть что-то для меня. Единственная причина, по которой я не превратил этого ублюдка в пепел, заключалась в том, что вмешалась Ирума, а затем вразумила его. Я могу только надеяться, что его совет останется в силе. Так что Ирума действительно сделала правильный выбор, предсказав, что сделает Римуру. Но значит ли это, что он изо всех сил старался спасти Кирива? Люди действительно странные существа. Но не менее странным является Римуру. Я понимаю, что многие демоны безжалостны к своим врагам и жестоки в своих методах, но Римуру никогда не производил впечатление демона такого типа. Она скорее из тех проказниц, которым доставляет удовольствие возиться с другими, а не из тех, кто небрежно говорит о том, что чуть не убил кого-то. И этот ужасный филинг, ит был Римуру. На этот раз и тот, что был на вечеринке Батлера. Я думал об этом, когда в последний раз видел, как Римуру вышла из себя, но этот инцидент был не на том уровне, что два других. Неудивительно, что мой отец попросил меня присматривать за ней, это не только из-за того, что она сказала в попытке принудить его. На самом деле я не знаю, что и думать. Мое чувство опасности резко возросло в присутствии этой ауры, но когда Римуру снова стоит прямо передо мной, я просто не вижу этого. Мне трудно представить, что она излучает что-то настолько интенсивное. Конечно, это не значит, что я не верю. Даже с моими тревогами, все по-прежнему идёт своим чередом без меня. Невероятно, мастер Рима. Ваша милость не знает границ. Асмодий восклицает в бесстыдной похвале. Действительно. Эээ, спасибо. Ирума отвечает, принимая комплимент довольно неловко. Должен ли я знать, кто такой Кирива? Спрашивает Сабнок. Он был студентом в Бэббилс, пока его не арестовали за то, что он был сумасшедшим террористом. Это все, что вам нужно знать, заявляет Римуру, пожимая плечами. А, я понимаю. Сабнок кивает и, похоже, не заинтересован в дальнейших расспросах, каким-то образом полностью удовлетворенной минимальным ответом Римуру. Я жестом подзываю Римуру, иди сюда. Она пожимает плечами, бросает взгляд в сторону Ирумы, затем следует за мной, когда я отвожу ее в сторону, чтобы поговорить один на один. После всего, чем вы только что поделились, вы просто позволяете такому опасному человеку разгуливать на свободе. Спрашиваю я резким, но тихим голосом, ошеломленный тем, что Римуру сделал это после того, как дважды довел ее до такой ярости. Эй, он все еще в тюрьме, так что это не значит, что я помог ему сбежать или что-то в этом роде. У меня определенно смешанные чувства по этому поводу, но я решил оставить все как есть. Ирума хочет, чтобы у него был еще один шанс, поэтому я согласился дать ему один, вот и все. Оглядываясь назад, я все равно не хочу, чтобы его мерзкая извращенная кровь была на моих руках. Римуру пренебрежительно объясняет. Но ты хотел убить его, не так ли? Я прошу абсолютной ясности. В данный момент. Да, я это сделал. Однако часть меня все еще сомневалась, и Ирумы было достаточно, чтобы убедить меня прислушаться к этой части себя, я полагаю. Он был тем толчком, который склонил чашу весов в пользу моего решения. Даже с таким уровнем гнева Римуру колебался. А как насчет этой интенсивной, дурного предчувствия ауры? То ужасное давление, которое, я уверен, исходило от тебя. А, это... Ты можешь просто забыть об этом. Ни о чем беспокоиться, я просто немного вышел из себя, вот и все. Этот парень Кирива действительно нажимал на мои кнопки там. Римуру объясняет с явно неловкой, вымученной улыбкой. Ты действительно шедевр. Бормочу я, очень раздраженный тем, что она ведет себя так, будто излучать убийственное намерение на таком уровне, это что-то нормальное. Прежде чем я успеваю задать еще один вопрос, нас прерывает внезапное объявление, раздающееся по внутренней связи парка. Спокойный женский голос сильно отличается от веселого мужского, который звучал, когда парк еще был открыт. В нем четко и лаконично сказано, что посетителям и персоналу следует эвакуироваться из трех конкретных районов парка, один из которых находится в опасной близости от того места, где мы находимся. Вы слышали ее, давайте двигаться, объявляет Римуру нашей группе без намека на панику в голосе. Ты знаешь что-то, о чем не говоришь мне, Римуру? Спрашиваю я, думая, что ее беспечная реакция совсем ненормальна. Она умна, поэтому я ожидаю, что она знает что-то, чего не знаю я. Давай поговорим об этом после того, как переедем в более безопасное место. Римуру отвечает, жестом призывая нас всех двигаться. Да, Амери, мы должны прислушаться к этому предупреждению, добавляет Ирума, нервничая, но оставаясь в основном спокойной. Его реакция еще более странная, заставляя меня думать, что они оба определенно что-то знают. Тем не менее, это правда, что нам нужно двигаться. Если это объявление имеет какое-то значение, то мы окажемся в неминуемой опасности, если останемся там, где мы сейчас находимся. Помня об этом, мы все начинаем быстро уходить, направляясь к центру парка, но прежде чем мы добираемся туда, случается катастрофа. Земля грохочет и сильно трясется у нас под ногами, и люди вокруг нас начинают паниковать. Что-то очень не так, даже больше, чем когда этот взрыв произошел глубоко в тюрьме под нами. Затем, словно для того, чтобы привлечь внимание к причине, три пылающих столба, один синий, один желтый и один красный, ярко освещают парк, устремляясь в небо. Красная колонна, ближайший к нам всплеск энергии, уступает место огромному красному дракону, и я могу только предположить, что две другие колонны оставили после себя подобных зверей. Аура, которую он излучает, огромна, и я думаю, что могу ощутить и ауру двух других. Они заставляют некогда солнечное небо заволакиваться грозовыми тучами, как бы показывая, что они намерены снести весь парк. Поблизости многие здания были полностью уничтожены сильными подземными толчками и глубокими трещинами, образовавшимися в земле, и зверь в пределах видимости добавляет к бойне, уже свирепствуя и уничтожая все на своем пути. О боже, это карменовый дракон. С благоговением комментирует Сабнок, уставившись на ближайшего кайдзю. Да, похоже на то. И эти три всплеска маны были призывами. Никогда в своей жизни я не видел зверя такого калибра, вызванного демоном, но это единственное логическое объяснение их внезапного появления. Но, подумать только, что кто-то был бы способен на это. Не может быть, чтобы один демон в одиночку достиг этого, не говоря уже о трех одновременных призывах подобного ранга. Сабнок и Азз выглядят ошеломленными, причем последний немного более обеспокоен, чем первый. Ранови, это хнычущая месива паники, раскачивающаяся взад-вперед и вынужденная сидеть на земле. Ирума выглядит испуганной, но на самом деле неудивленной, и, наконец... Римуру, я вижу, ты что-то знаешь об этом. Говорю я, вспоминая ее вялую реакцию на все это, но она, похоже, не обращает на меня никакого внимания. Она, кажется, глубоко задумалась, уставившись в никуда. А, эм, ну, есть три из этих вещей, я знаю это много, отвечает она, пожимая плечами. Я думаю, все здесь уже поняли это, хватит валять дурака. Восклицаю я. Я не валяю дурака. Я собираюсь возразить, но кое-что привлекает мое внимание. Ирума идет вперед к разваленным здания с потрясенным выражением на лице. Он останавливается и просто смотрит несколько долгих секунд, не говоря ни слова. Ирума. Спрашиваю я, сразу же обеспокоившись, но он по-прежнему молчит. Да, ты в порядке. Спрашивает Римуру, тоже явно беспокоясь за него. Тис, из слишком много. Бормочет он, оглядывая широкую улицу, опустошенную разрушениями, вызванными появлением зверя. Повсюду обломки, большие трещины в тротуаре и множество демонов, бегающих вокруг в неорганизованной панике. В воздухе раздаются крики, и напряжение ощутимо. Это мрачная сцена, это точно, и, похоже, она влияет на Ируму сильнее, чем на большинство других. Мне, нужно что-то сделать, Римуру, нам нужно что-то делать. Он кричит, страсть наполняет его голос и выражение лица. Конечно, конечно. Помнишь, что я говорил раньше? Я не собираюсь просто стоять и вертеть большими пальцами. То, что ты сказал раньше. Что это должно означать? Подожди, ты серьезно планируешь сражаться с одним из этих зверей? Недоверчиво спрашиваю я. Римуру, возможно, и смог бы сразиться с этим драконом, но я не уверен, что Ирума смогла бы. Нет, вы трое можете позаботиться об этом, отвечает Римуру с уверенной улыбкой. Вы, трое. Кого вы имеете в виду? Я исследую ее дальше. Ты, Азз и Сабнок. Иди разберись с этим драконом, займись им и держись подальше от эвакуированных. Римуру говорит так, как будто это что-то простое. Почему это ты отдаешь приказы? Ирума, что ты хочешь сделать? Ты очень взвенчена из-за этого, говорит Римуру Ируми, полностью игнорируя мои жалобы. Я хочу спасти всех. Римуру кивает с выражением, которое говорит мне, что она ожидала этого. Хорошо, тогда я помогу тебе с этим. Внезапно появляется облако дыма, полностью скрывающее ее из виду. После этого я снова смотрю на Римуру, но не вижу ее, по крайней мере, поначалу. Глядя вниз, я вижу что-то безумное. Семь Римурусов поменьше, все совершенно одинаковые. Хорошо, вот план. Вы все разойдитесь веером по всему парку и спасите всех, кто окажется в опасности, пока я останусь с Ирумой, копичи. Говорит один из многих Римурусов. Да. Все шестеро остальных фунисон отвечают ей, очевидному лидеру. А теперь, поскольку в противном случае все станет по-настоящему запутанным, я закодирую вас всех цветом. Ведущая Римуру пару раз хлопает в ладоши, а остальные шесть клонов одеты в платья разного дизайна и цвета, белые, синие, зеленые, красные, желтые и фиолетовые. Судя по вашей одежде, вы будете агентом красным, агентом желтым, агентом зеленым и так далее, говорит ведущая Римуру, все еще одетые в тот же черный наряд, что и раньше. Ой. А. Я должен задать вопрос, агент Блэк. Та, что в синем, поднимает руку и несколько раз подпрыгивает вверх-вниз. Да. Почему ты единственный, кому удается выглядеть круто? Это милое платье совсем не классное. Хначит она. Потому что вы все так очаровательно выглядите. Восклицает, агент Блэк, радостно хлопая себя по щекам. Такой лицемер, бармочет, агент Грин. Вы так далеко ушли от благодати, агент Блэк, самодовольно говорит, агент Ред, скрестив руки на груди. Хм. За те 30 секунд, что мы были отдельными людьми. Агент Блэк, отвечает, и в его голосе звучит предательство. Ага. Хотя я мог бы простить тебя, если бы ты тоже надела платье. Продолжает, агент Ред, ухмыляясь этой идее. Нет, сейчас не время для таких глупых игр. Шевелись. Сейчас же. Приказывает, агент Блэк. Ладно, ты злюка, жалуется, агент Блэк, но слушает. Знаешь, ты называешь себя, подлецом. Агент Блэк, указывает на то, что все шесть мини-ремурусов начинают разбегаться в разных направлениях. Ладно, этого должно быть достаточно, говорит она удовлетворенным тоном, теперь оставшись единственной Римуру. Теперь, когда я разослал эти копии, давайте приступим к делу. Это было, много. Говорю я, думая, что то, чему я только что был свидетелем, было очень странным. Значит, несмотря на то, что сейчас ты меньше ростом, ты настоящий Римуру. С любопытством спрашивает Асмодий. В значительной степени. Я как бы раздвинул свои границы с помощью магии родословной, поэтому я не мог поддерживать свой нормальный размер, делая и поддерживая такое количество копий. Римуру небрежно объясняет своим заметно более высоким голосом. В отличие от остальных шести, это, похоже, мысленно находится на одном уровне с обычной Римуру, даже если внешне она неотличима от клонов, которых она отправила спасать людей, кроме платья. С ними все будет в порядке. Я имею в виду, они просто маленькие детские версии тебя. Ирума обеспокоенно спрашивает. А, с ними все будет в порядке. Римуру беззаботно успокаивает его. Затем она снова обращает свое внимание на остальную часть нашей группы и хмурится, что, должен сказать, выглядит очаровательно, когда она в таком состоянии. У Римуру уже есть милая личика, когда оно не в этой уменьшенной форме, так что уже существующая привлекательность только усиливается прямо сейчас. Почему вы трое просто стоите без дела, идите сразитесь с этой тварью? Она тычит пальцем в сторону карминового дракона, выглядя раздраженной тем, что мы не подчинились ее приказам. Знаешь, в таком состоянии ты еще менее внушителен, чем обычно. Я указываю, думая, что быть заказанным Римуру в таком состоянии, это не что иное, как комично. Мне не нужно, чтобы ты говорила мне это, о мире. Пожалуйста, просто иди сразись с этим драконом. Разве ты не хочешь? Я имею в виду, не каждый день тебе приходится сражаться с таким кайдзю. Да, я могу сказать, что это будет настоящая битва. Говорит Сабнок, его глаза сверкают от возбуждения при мысли о встрече с таким зверем. У меня нет проблем с тем, чтобы помочь мастеру Эруми и делу его сестры, взяв на себя этого дракона, добавляет Асмодий, в кое-то веки соглашаясь с Сабноком. У меня действительно очень мало проблем с планом Римуру, просто ее попытки командовать мной раздражают. Я полагаю, что в подобной ситуации это не имеет большого значения, и я должен отложить в сторону свои личные чувства и просто делать то, что лучше. Я все равно планировал каким-то образом предпринять действия. Хорошо, я соглашусь помочь сразиться с этим карменовым драконом. Римуру мило улыбается мне и удовлетворенно кивает. Эрума от первого лица. По приказу Римуру трое моих друзей убегают, чтобы сразиться с этим страшным драконом, разоряющим несколько близлежащих строений. Я немного волнуюсь, но я знаю, что все они сильные и, скорее всего, не будут заходить слишком далеко. Наверное, я немного беспокоюсь о Сабнаке, когда речь заходит о том, чтобы судить, на что он способен, а на что нет, основываясь на его прошлых ошибках, но, я думаю, он извлек из них уроки, так что мне не следует слишком сильно беспокоиться о нем. Это оставляет Римуру, Ранове и меня делать то, что нам нужно. Римуру пообещал убедиться, что никто не умрет, и, похоже, у него есть план, но я все еще испытываю сильное чувство неловкости. На наше окружение страшно смотреть. Как будто я знал, что это произойдет, но я не ожидал таких сильных эмоций, просто от того, что увидел парк в абсолютном беспорядке. Звуки рычащих зверей, крики и вопли гостей парка, все это ошеломляющий опыт, но мне нужно преодолеть это. Я решил помочь в спасательных работах, и я должен внести свой вклад. У меня нет шансов против этого дракона, в отличие от моих друзей, поэтому мне нужно использовать свои сильные стороны, чтобы помогать людям любым возможным способом. Эй, все будет хорошо, мягко говорит мне Римуру, успокаивающе похлопывая меня по спине, поскольку похлопывание по плечу было бы неловким для нее при ее нынешнем невысоком росте. Да, я знаю. Я бормочу в ответ. Она улыбается мне, прежде чем посмотреть на еще одного человека, который был с нами в данный момент. Иронови, что мне с тобой делать? Спрашивает Римуру почти игриво, ухмыляясь и придумывая, как он может помочь. Это вывело Ронова из ступора, и теперь он с опаской смотрит на Римуру. Через короткое мгновение глаза Римуру загораются, и она щелкает пальцами. А, у меня есть идея. Почему бы тебе хоть раз не использовать свою раздражающую магию с пользой и не собрать выживших? Вокруг бегает куча истеричных демонов. Так что, если ты привлекешь их внимание и выведешь из этого состояния, держу пари, ты сможешь помочь с эвакуацией. Ты хочешь мне, тупо помочь? Испуганно спрашивает он, все еще пребывая в полном замешательстве. Ну, да, конечно, я хочу. Ты можешь справиться с людьми, которые просто бегают вокруг, а мы с Ирумой позаботимся о людях, которые попали в ловушку или пострадали. Римуру утверждает. Ронов не убежден, ваши клоны уже эвакуируют людей, не так ли? Скептически спрашивает Ронови. А, а я-то думал, ты хочешь внимания, наверное, я был неправ. Римуру отвечает. Римуру пытается соблазнить его сделать то, что она хочет, совсем не скрывая этого. Внимание. С интересом спрашивает Ронови. Сладким тоном Римуру добавляет, сын владельца Уолтера Парка объединяет выживших и спасает многих, или что-то в этом роде. Если ты поможешь, держу пари, ты попадешь в новости как своего рода герой. Просто подумай обо всех демонах, восхищающихся тобой и поющих тебе дифирамбы после этого. Ронови начинает бормотать себе под нос, обдумывая эту идею, и ухмылка Римуру становится шире, зная, что она уже выиграла спор. Я думаю, мы тоже можем оказаться там, но это не важно, мы просто справимся с этим, если это случится, бормочет она себе под нос, вероятно, имея в виду нас двоих и, вероятно, других наших друзей тоже. Я думаю, что битва с драконом определенно получила бы некоторую огласку, если бы репортеры услышали об этом. Полагаю, я могу согласиться с твоим планом. Прощай Тильда. Говорит Ронови, уносись прочь и оставляя меня только с Римуру. Его отношение полностью изменилось после того, как он понял, что это способ привлечь внимание. Римуру, мы, начинаю я говорить, но внезапно меня прерывает пронзительный крик, помогите, заставляющий меня немедленно повернуть голову в его направлении. Это маленький мальчик, стоящий рядом с разрушенным зданием и кричащий во всю глотку, слезы текут по его щекам. Мои друзья заперты там, внизу, и я не могу их вытащить. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Снова кричит он, но несколько прохожих, которые эвакуируются из этого района, не обращают на него никакого внимания. Почему, они игнорируют его? Спрашиваю я, шокированный тем, что люди игнорируют ребенка, кричащего о помощи. Они, кажется, больше озабочены собой и собственной безопасностью, хмуро комментирует Римуру. Похоже, она права насчет этого, основываясь на том, что я подслушал от тех случайных прохожих. Что ж, я не собираюсь стоять в стороне и ничего не делать. Я начинаю бежать к мальчику, полной решимости помочь ему, когда кажется, что никому больше нет до него никакого дела. Когда я подхожу ближе, земля снова сотрясается, ударная волна от драки дракона с моими друзьями. Это заставляет почти полностью разрушенное здание, рядом с которым находится мальчик, начать дрожать, осколки падают на землю, угрожая поразить его. Мчась еще быстрее, я подруливаю и уворочиваюсь от каждого падающего куска щебня и быстро подхватываю его. Повернувшись назад, я снова начинаю бежать, на этот раз с мальчиком на руках, но что-то идет не так. Когда я поднял ногу, я почувствовал рывок, и следующее, что я помню, это то, что я падаю вперед. Это немедленно наполняет меня паникой, так как я знаю, что если продолжу падать, то приземлюсь прямо на ребенка, которого пытаюсь спасти. А, нет. Это плохо. Моей короткой секунды осознания достаточно, чтобы я повернулся так, чтобы приземлиться на спину, а не на этого парня сверху. Готовясь к болезненному ощущению удара спиной о каменистый тротуар, я закрываю глаза и крепче прижимаю ребенка к груди. Но это чувство никогда не приходит. Не только нет боли или ощущение удара о землю, но и ощущение падения сменилось ощущением невесомости, парения. «Знаешь, иногда ты можешь положиться на свою сестру», — хихикает знакомый голос. Я открываю свои плотно закрытые глаза, сбитые с толку тем, что произошло. Мое тело выпрямляется само, без моих действий, и мои ноги мягко опускаются на землю. «Я действительно не ожидала, что ты вот так сбежишь без меня». Римуру вздыхает, слегка качая головой в мою сторону. «Да. Я подумал, что мне нужно действовать прямо сейчас». Я объясняю. «А, но ты, возможно, захочешь убедиться, что обе твои туфли завязаны, прежде чем предпринимать что-то героическое. Ты выглядела действительно круто, избегая всех этих падающих обломков в здании, но споткнулась о случайный шнурок и упала, вроде как все испортила. Я опускаю мальчика на землю и смотрю на свои ноги». Римуру был прав, шнурки на моей правой ноге развязались, и это заставило меня споткнуться. «Опасно». «Эээ, спасибо вам, мистер». Он поблагодарил меня с улыбкой. «А, ээээ, спасибо, что поймали нас». Говорит он Римуру. «Без проблем, малыш». Римуру радостно отвечает. Мальчик бросает на нее вопросительный взгляд, как бы говоря, «но ты же моего возраста», но он не произносит этого вслух. Они оба выглядят примерно одного возраста, может быть, лет по восемь или около того, так что я понимаю, почему его смущает, что Римуру называет его «малыш». «Ни за что». «Иди присоединяйся к остальным в приюте, это в том направлении». «Мы поможем твоим друзьям». Говорю я, указывая на дорогу в том же направлении, в котором движутся все остальные. Он быстро кивает мне и убегает. Я присаживаюсь и завязываю шнурок на ботинки, стараясь сделать это как можно туже, чтобы мы не повторили мою глупую ошибку. Римуру бросает взгляд на частично разрушенное здание, ее взгляд опускается на землю под ним. Кажется, что она ни на что не смотрит, но я предполагаю, что другие дети заперты внизу. Они все еще в порядке там, внизу. Я быстро спрашиваю, очень беспокоясь за них. Конечно, это так. Напуган, но не сильно ранен. Под этим беспорядком есть пространство, в котором они сбились в кучу. Если мы сдвинем что-нибудь из этого, не подумав, это может вызвать еще один обвал. Подождите, я думаю, что смогу позаботиться об этой части. Римуру внезапно исчезает, оставляя меня одну. Римуру от первого лица. Нынешняя ситуация, это не то, в чем я могу попросить Ируму сильно помочь. Я могу, видеть, детей, запертых под землей в тесном, но достаточно стабильном пространстве, напуганных до полусмерти. Я мог бы просто использовать пространственное доминирование, чтобы вытащить их, не уходя в подполье сам, но я не хочу пугать их еще больше, чем они уже есть. Итак, я решил, что лучшим вариантом действий было бы сначала присоединиться к ним там, внизу, рассказать им, что я собираюсь делать, а затем телепортировать нас всех обратно на поверхность. Проще простого. Здесь, внизу, кромешная тьма, ни капли солнечного света не проникает в помещение. Для меня это не проблема, но эти дети, конечно, ничего не видят. Итак, я создаю в своей руке безвредный шар света и подбрасываю его в воздух, где он задерживается. Это делает свое дело, освещая пространство настолько, чтобы трое детей могли видеть мое лицо, чтобы я мог коротко поговорить с ними, прежде чем оттащить их задницы обратно в безопасное место. Эй, я здесь, чтобы спасти вас, говорю я сижившейся группе детей. Спасти нас. Одна из них, маленькая девочка лет пять, визжит от удивления и ликования. Как ты вообще сюда попал? Скептически спрашивает мальчик постарше, лет 12 дефесте. Телепортация. И я собираюсь использовать то же самое, чтобы вытащить вас всех отсюда, хорошо? Я отвечаю своей лучшей ободряющей улыбкой. Уоу, ты можешь использовать эту штуку. Разве магия телепортации не супер хитрая и запутанная? Третий ребенок, девочка примерно того же возраста, что и мальчик, спрашивает. Спокойно, чтобы не вызвать дальнейшей паники, я заявляю, ага. А теперь давайте отправимся, пока не произошло еще одно сотрясение. Подожди секунду, я понимаю, что ты добрался сюда один без проблем, но разве, взяв кого-то с собой, не усложняет выполнение этих заклинаний? Я не собираюсь рисковать и быть разорванным в клочья перепутанным заклинанием. Старший из группы продолжает расспрашивать меня. Это начинает раздражать. Смотри. Я обещаю, что знаю, что делаю. Блейс, я думаю, мы должны доверять ей. Не то чтобы у нас был большой выбор, точка. Старшая из двух девочек говорит ему. Ты же знаешь, что мы не можем выбраться отсюда сами. Ну, я бы предпочел подождать здесь, внизу, пока нас спасет взрослый, а не какой-нибудь ребенок младше меня. Говорит он, бросая на меня недоверчивый взгляд. Этот парень ведет себя так, будто он даже не хочет, чтобы его спасали. Я понимаю, я какой-то таинственный незнакомец, который появился из ниоткуда, предлагая помощь, но я надеялся, что моего невинного вида будет достаточно, чтобы снять любые подозрения с этих детей. Изначально я решил сделать себя такого размера, чтобы избежать неприятностей и противоречий, мне нужно было какое-то оправдание, почему я не сражаюсь с этими гигантскими кайдзю, вы знаете. Однако теперь это приводит к неожиданным последствиям. Дбуд, ид, здесь так с страшно, бормочет маленькая девочка, на ее глаза наворачиваются слезы. Теперь она выглядит еще более напуганной, уловив напряжение между мной и мальчиком. Мне жаль ее, потому что она намного моложе и намного более напугана, чем двое других. Отлично. Тогда я буду брать вас по одному, если вы так беспокоитесь о том, что я испорчу заклинание. Я вздыхаю, идя на компромисс. Ты планировал забрать нас всех одновременно? Громко спрашивает мальчик. Да. Как я уже сказал, я знаю, что делаю. Я телепортировал целую армию через континент. Отправить троих детей на расстояние нескольких десятков футов, это совсем не страшно, но я думаю, что здесь это противоречит здравому смыслу. Я надеюсь, что ты это сделаешь, говорит старшая девочка, не совсем сомневаясь во мне, как мальчик, но показывая намеки на неуверенность. Вот, я возьму тебя первым, хорошо. Я обещаю, что это безопасно. Предлагаю я, присаживаясь на корточки и широко разводя руки. Младшая из трех смотрит на девочку, на коленях которой она сидит, потом на меня, потом снова на девочку, которая кивает ей. С одобрения старшей девочки она вытирает рукавом заплаканные глаза и вскакивает на ноги. Затем она подбегает ко мне и крепко обнимает, явно радуясь, что ей предложили сбежать. По крайней мере, кто-то кажется благодарным. Это очень мило и трогательно, но у меня есть работа, которую нужно сделать. Делая это как можно мягче, я в мгновение ока-телепортируюсь обратно на поверхность. Маленькая девочка оглядывается вокруг с удивлением и облегчением, очевидными на ее лице. Те спасибо, бормочет она, все еще принимая реальность того, что она была спасена. Я опускаю ее на землю и жестом прошу Ируму, которая стоит на том же месте, что и раньше, подойти ближе. Позаботься о ней на минутку, пока я приведу сюда и ее друзей. Я так и сделаю. Он кивает. Ты в порядке? Ты ранен? Вкратчиво спрашивает он ее. Я не задерживаюсь, чтобы послушать их общение, а вместо этого возвращаюсь к двум другим попавшим в ловушку детям. Ирума от первого лица. Римуру снова телепортируется прочь, на этот раз оставляя меня с перепуганной маленькой девочкой. Я в порядке, у меня бубу на колени, и я весь грязный, но я в порядке. Она указывает на свое колено, которое поцарапано и немного кровоточит, но не сильно. Это должно быть больно, я могу сказать, но я мало что могу сделать, чтобы помочь ей, или есть. Я знаю особую целительную магию, которую я могу использовать для этого, но это секрет, так что ты не можешь смотреть, хорошо. Супер секретная магия. Выдыхает она, сразу заинтересовавшись этой идеей. Ага, супер пупер секрет, так что, пожалуйста, закрой для меня глаза. Я мог бы просто попросить Римуру исцелить ее, но я тоже хочу внести свой вклад. Маленький демон взволнованно кивает и прикрывает глаза руками, а я хватаю ближайший камень с острым концом. Этого должно быть достаточно, я не думаю, что мне придется широко разрезать руку, как в прошлый раз, небольшого укола на кончике пальца должно быть достаточно. Сначала я оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, что никто не смотрит, как я делаю то, что собираюсь сделать. Это не то, чему я могу позволить выйти наружу, это точно. Видя, что никто не обращает на меня ни капли внимания и что глаза девушки полностью закрыты, я тыкаю острым камнем в кончик одного из своих пальцев, отчего на нем появляется маленькая алая капелька крови. Я прикасаюсь окровавленным кончиком пальца к колену маленькой девочки, и результат почти мгновенный. Неприятная царапина почти сразу исчезает, оставляя после себя гладкую, невредимую кожу. Теперь ты можешь открыть глаза. Она смотрит сквозь пальцы, прежде чем отвести руки от лица, и ее глаза загораются от волнения, когда она видит, что ее колено полностью зажило. О-о-о-о! Спасибо! Восклицает она, подпрыгивая вверх-вниз и улыбаясь. Я тоже улыбаюсь, радуясь, что смог помочь. Вот еще одна, Ирума, говорит Римуру, теперь с другой девушкой, на этот раз постарше. Ниженко! Ниженко! Смотри! Смотри! Мое колено больше не болит! Взволнованно говорит маленькая девочка, подбегая к другой девочке, которую спас Римуру Сначала телепортация, а теперь магия исцеления Вы оба довольно искусны, не так ли? Вы родственники? Да, Римуру, моя сестра, отвечаю я А, и это было ничего, исцеление, я имею в виду Ты исцелила ее колено, Ирума С любопытством спрашивает Римуру, прежде чем взглянуть на мой все еще окровавленный кончик пальца и вздохнуть, вероятно, выясняя, как я это сделал Ну, мне нужно еще кое-что сделать, говорит она, пожимая плечами, прежде чем исчезнуть в третий раз Она не уходит даже на мгновение, прежде чем я слышу громкий удар, и большой кусок бетона отлетает в сторону, приземляясь на безопасном расстоянии от кого-либо поблизости, создавая еще один грохот и открывая дыру в обломках здания Что такое Римуру? Я начинаю спрашивать, но теряю дар речи, когда вижу, как мальчик безвольно вылетает из ямы, прежде чем бесцеремонно упасть на землю Он остановился за несколько дюймов до удара точно так же, как я несколько минут назад, но вместо того, чтобы встать на ноги, он просто, упал, через несколько секунд Римуру выпрыгивает из той же дыры, отряхивая пыль с рук, когда она возвращается ко мне Вот Вот и все они, точка Почему ты не телепортировал его, как двух других? Я спрашиваю Он наотрез отказался мне это позволить Я имею в виду, я мог бы сделать это и без его согласия, но вместо этого я выбрал другой маршрут, который немного грубее, но тем не менее выполнил свою работу Жаль его, иногда он такой упрямый А, наш друг в безопасности Светлые волосы, черные рожки Он немного младше нас обоих, но и старше моей младшей сестры тоже точка А да, мы послали его в направлении убежища Вам троим тоже следует отправиться туда, точка Отлично Спасибо, что спас нас, я думаю, бормочет мальчик, его щеки слегка краснеют от смущения из-за того, что его выбросили из этой дыры, как мешок с картошкой Да, большое спасибо за это, добавляет старшая девочка Да Спасибо вам, спасибо Радостно кричит самая младшая Джаз от первого лица Ты, должно быть, издеваешься надо мной Отойдите все назад, приказывает дворецкий, которому поручено наблюдать за нашей группой Он встал между нами и гигантским зверем в форме крысы, который появился из ниоткуда Это полностью разрушает место и портит всем день Сначала был тот странный, громкий шум под парком, а теперь это Я хотел немного больше волнений в свой день, но не таким образом Крыса Кайдзю наносит еще один удар своими многочисленными, заостренными хвостами и блокируется операм Я должен сказать, этот парень сильнее, чем кажется Уходи Тем временем я буду отбиваться от этого зверя, так что отправляйтесь в безопасное место Опера окликает нас, не отрывая глаз от своего врага Мы уверены, что с ним все будет в порядке Спрашивает Элизабетта, беспокоясь за оперу Да, я думаю, он так и сделает Мы должны уйти и убраться с его пути, чтобы ему не пришлось беспокоиться о нашей защите Кирали добавляет Нет Может быть, если я приготовлю бунчу с сыром, Ретти съест все это и заснет долгим сладким сном Я думаю, он просто капризный Нет, я так не думаю Что вообще приходит в голову этой девушки? Я встряхиваю своей, пытаясь избавиться от ее глупостей Мы должны сделать то, что он сказал Давай убираться отсюда, точка Мы оставляем опера разбираться с крысой Кайдзю в одиночку Я бы хотел помочь ему, но не то, чтобы я много знал о драках Потому я уверен, что я бы просто мешал Все это место охвачено паникой, поскольку все направляются в аварийное убежище в центре парка По мере того, как мы приближались, становилось все более и более многолюдно Улицы кишили обезумевшими демонами, озабоченными только собственной безопасностью Так много отвлеченных людей нербай, со много карманов для пик, но, нет, джаз, сейчас не время для этого Тебе нужно попасть в приют вместе со всеми остальными В момент моего рассеянности я отделился от девочек Черт возьми Все в порядке, мы все направляемся в одно и то же место, но я старался придерживаться этих троих Как раз в тот момент, когда я проклинаю свое невезение, кое-что привлекает мое внимание Большой братан Большой братан Очень маленький мальчик, совсем малыш, внезапно схватил меня за подол рубашки и дергает за него, чтобы привлечь мое внимание Извини, малыш, я не твой старший брат Это верно, у меня нет младшего брата или сестры Вместо этого у меня есть старший брат, который пьяница и бабник Он мудак, не уважающий ни меня, ни мое имущество, но я могу винить только себя, потому что он более искусен, чем я Моя семья всегда была меритократией, виноват тот, у кого украли их вещи, а не тот, кто их взял Но если бы у меня был младший брат или сестра, я бы хорошо к ним относился Я хочу быть кем-то, на кого можно положиться и на кого можно равняться Но ты мой старший брат Настаивает маленький мальчик Черт возьми, не называй меня так Не называй меня своим, старшим братом Это делает меня чертовски счастливым К тому же, это действительно неподходящее место для такого маленького парня, как он, чтобы быть совсем одному Если люди не будут осторожны, его легко могут растоптать Я думаю, что мне нужно помочь ему, иначе я пожалею об этом позже Я опускаюсь на колени и кладу руку ему на голову Я думаю, ты думаешь, что я немного похож на него, верно? Как зовут твоего старшего брата? Спрашиваю я настолько добрым и терпеливым голосом, насколько могу М, это... Это Риман Понимаю А как насчет твоего имени? Деван Хорошо, Деван, запрыгивай мне на плечи, и мы пойдем искать твоего старшего брата, хорошо Он быстро кивает, и я поднимаю его наверх Риман Я кричу во всю мощь своих легких Риман Мальчик на моих плечах тоже кричит так громко, как только может Мы продолжаем звать поочередно, блуждая по зоне боевых действий парка в поисках его Деван Раздается вдалеке мужской голос Это шокирует, что кто-то вообще услышал наши крики сквозь какофонию голосов вокруг нас Тем не менее, я, как правило, могу сказать, где находится чувак, перезванивающий по имени Деван Я быстро направляюсь на голос и замечаю демона, который очень похож на меня Его глаза фиолетовые, они как у меня красные, и черты лица не такие угловатые, но я, конечно, понимаю, как маленький ребенок мог спутать меня с ним Это твой брат Спрашиваю я ребенка у меня на плечах Угу Эй, чувак, кажется, я нашел твоего младшего брата, говорю я, опуская ребенка на землю Деван немедленно подбегает к нему, и он присаживается на корточки, чтобы принять ребенка Деван Я же говорил тебе не отпускать мою руку, малыш Несерьезно ругает он ребенка, крепко обнимая его После нескольких секунд этого трогательного воссоединения Эриман обращает свое внимание на меня Спасибо за помощь, чувак, я думал, что потерял его навсегда, отвечаю я Это не проблема Вы двое остаетесь в безопасности, хорошо Сейчас это место, сумасшедший дом, точка Он благодарит, тяжело дыша Он благодарно кивает мне, прежде чем оба исчезают в толпе Теперь, когда об этом позаботились Я вздыхаю с облегчением, но меня быстро отвлекает нечто гораздо более безумное, чем маленький ребенок, дергающий меня за одежду Вдалеке я вижу колоссального дракона, в которого бьют Амери, Азз и Сабнок Очевидно, что это самая большая угроза в парке, но эти трое, вау Дракон пытается выстрелить в Аззо, но промахивается, мощная струя зеленой магии расплавляет ряд магазинов всего в двух шагах от меня Эти трое сражаются с этой тварью Я никак не могу сделать ничего подобного, но, видя их, я чувствую, что должен как-то быть полезным Когда пыль от разрушенных зданий рассеивается, я замечаю около пары дюжин перепуганных демонов, прячущихся от дракона за разрушающейся стеной, как будто это могло их защитить Но также с ними то, что выглядит как младшая версия Римору, одетая в солнечно-желтое платье, ее детская внешность контрастирует с резкой манерой, с которой она выкрикивает приказы им двигаться Шевелись дальше В приюте ты будешь в безопасности Кричит она Ни за что, разве ты не видел, что только что произошло? Я не хочу, чтобы меня испарили Отвечает высокий, охваченный паникой демон Да Я есть Я не уйду с этого места Добавляет маленький дрожащий демон Тебе не будет безопаснее прятаться здесь Просто иди в убежище, я буду защищать тебя по дороге Заявляет Римору, заметно расстраиваясь Ты всего лишь маленькая девочка, как ты собираешься защитить нас от этого? Недоверчиво спрашивает высокий демон Я думаю, она однажды упомянула что-то о том, что может создавать больше клонов, если они являются более молодыми версиями ее самой, это, должно быть, одна из тех Я предполагаю, что это означает, что у нее есть куча из них, работающих над эвакуацией парка Однако очевидно, что это вызывает у нее некоторые проблемы Хотя я уверен, что даже эта миниатюрная версия Римору могла бы лучше меня защитить эту толпу, очевидно, что прямо сейчас нужен кто-то, кто выглядит надежным Изо всех сил стараясь выглядеть храброй и уверенной, несмотря на то, что все вокруг меня разваливаются, я подхожу к толпе Хорошо, все, следуйте за мной Я знаю дорогу в убежище Хвастливо заявляю я, а затем глажу удивленного мини Римору по голове Римору здесь может создавать барьеры, так что, если она тоже последует за нами, мы будем в полной безопасности Она тут же отталкивает мою руку, выглядя очень раздраженной, но мой план все равно сработал Что-то в моем поведении, должно быть, очаровало толпу, потому что теперь они начинают сознательно следовать за мной, я и Римору быстро двигаемся впереди Это просто несправедливо, джаз Скулит она, раздраженная тем, что для этого потребовался мой более высокий рост Ха-ха, жизнь несправедлива Весело парирую я Но прямо сейчас все, что имеет значение, это не быть разорванным на куски этим драконом Элизабетта от первого лица Мы выведем всех из парка организованным образом Пожалуйста, подождите еще немного Взывает сотрудник парка Тревожный ропот проносится по толпе, собравшейся в зале для мероприятий, которые служат парку аварийным убежищем Я, Кирали и Клара только что прибыли сюда, спасаясь от опасности и разрухи в другом месте парка Опера остался, чтобы сразиться с одним из кайдзю, а джаз занимается своими делами после того, как отделился от нас, так что теперь нас только трое Там как в зоне боевых действий Я могу только надеяться, что скоро придет какая-нибудь помощь Самое худшее во всем этом, ожидание и чувство неспособности что-либо сделать, не так много демонов, которые достаточно сильны, чтобы отбиться от таких творей Мы мельком увидели Амери, Аззе и Сабнака, сражающихся с драконом кайдзю на расстоянии, но хотя они такие же подростки, как и мы, эти трое, прирожденные воины из сверхсильных родословных 13 корон Это разница в силе, вот почему они там сражаются, даже когда здесь много взрослых Когда мы проходим мимо группы испуганных, оставленных без присмотра детей, я не могу не захотеть присмотреть за ними Они, вероятно, никогда не были в такой стрессовой ситуации, и я не хочу, чтобы этот день оставил шрам на их сердцах Дети очень чувствительны Детская травма может даже повлиять на цикл зла и, возможно, заставить их совершать ужасные поступки в более позднем возрасте Как насчет того, чтобы мы посидели здесь? Я предлагаю Кироли и Кларе, чтобы я мог присмотреть за этими детьми Кироли кивает, и Клара отвечает нетерпеливым, конечно, плюхаясь на стул Посадив плачущего маленького мальчика к себе на колени, я переворачиваю это нахмуренное лицо с ног на голову с помощью щекотки Куча-куча-ку Поддразневаю я, в ответ слышу детский смех Так очаровательно Видя, как он успокаивается, у меня тоже становится легче на сердце Кироли с тревогой оглядывается по сторонам, а затем без предупреждения сообщает нам, мне жаль вас двоих Я собираюсь ненадолго Пожалуйста, присмотри за детьми, прежде чем убежать Куда она могла направиться? Рев кайдзю и звуки боя снаружи заставляют детей дрожать, да и меня тоже Говорит Клара, преисполненная заразительной уверенности Все дети смотрят в ее сторону, заинтересованные тем, что она только что сказала Вот Аззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз опера, кто может. Ну, держу пари, он может сделать что-нибудь супер крутое. Восклицает Клара в очень оживленной речи. Маленькие дети сейчас в восторге от нее, они уже выглядят гораздо менее нервными, чем раньше. Это верно. Они супер сильные, они не допустят, чтобы с нами случилось что-то плохое. Клара устраивает для нас шоу, разыгрывая то, как она представляет себе ход боевых действий, представление для одной девушки, где она быстро меняет роли. А потом леди рыжеволосая кричит, привет. И бьет дракона по голове. Затем соб ног делает топор и также ударяет дракона по голове, вызывая у него действительно сильную головную боль. Следующий, Азззз, который делает дракона очень хрустящим с дождем огненных шаров. Звездочка бум, бум, звездочка. Черт возьми. Сотрясающие землю удары снаружи выбивают Клару из равновесия, но она спокойно относится к ним, вплетая их в свой номер. Зверь опрокидывается, издавая, ур, когда он падает и ударяется о землю с большим грохотом. Клара рассказывает, разыгрывая сцену. А затем собнок налетает на него всем телом, производя еще один большой бум. После этого зверька определенно нужно будет перевязать. К сожалению, все в приюте сейчас начинают паниковать от этих звуков, некоторые из них бегут к двери в страхе, что на приют нападет один из кайдзю. Все идет так ужасно неправильно. Что я могу сделать? Не волнуйся, слышу я успокаивающий голос Кирали. Но я поднимаю глаза, и это не Кирали. Это... Курому. Димдол. В этом нет никакой ошибки. Эти пурпурно-золотые волосы, эти красиво завивающиеся рожки, это очаровательное очарование. Это Курому. У этих двоих удивительно похожие голоса. Атмосфера в зале сразу меняется, теперь все смотрят на нее и говорят только приглушенными голосами, когда она выходит на сцену. С микрофоном в руке она произносит речь, чтобы успокоить сердце всех присутствующих. Слушайте все. Снаружи кайдзю, и я знаю, что ты напуган и нервничаешь. Но сохраняйте спокойствие, все. Неужели волшебные звери действительно такие страшные? Умоляющим тоном спрашивает Курому у восхищенной толпы. Просто подумай об этом рационально. Между их, страшным, и моим, милым, что сильнее. Мила. Все восклицают, как будто забыли о зверях снаружи. Вау. Просто так, она забрала у всех ужасные, пугающие чувства. Опера от первого лица. Пока мои юные подопечные убегают, я встречаюсь лицом к лицу с крысой пантерой передо мной, огромным крысоподобным кайдзю со множеством хвостов, похожих на копья. Вместо того, чтобы сеять хаос, он ждет, когда я сделаю ход. Он признал во мне своего врага и не хочет быть застегнутым врасплох. Я тоже жду, когда мой противник сделает ход. Против противника такого размера было бы очень выгодно нанести удар, когда он уже готов к атаке. Кайдзю действует первым, ванзая свои многочисленные хвосты в то место, где я стоял. Но я уже отпрыгнул в сторону, уворочиваясь и лавируя в переплетении хвостов, чтобы нанести мощный удар ногой в его морду. Однако это ощущение не совсем то, чего я ожидал. Ой. Твое тело довольно мягкое, тупые атаки не причинят большого вреда. Комментирую я, приземляясь обратно на землю, как будто зверь мог меня понять. В таком случае, нам предстоит довольно долгая борьба. Затем он пытается ударить меня лапой, превращая землю в пыль там, где я стоял, только для того, чтобы увидеть, что я уже подпрыгнул в воздух. Однако Кайдзю, похоже, научился на удивление быстро, пока я нахожусь в воздухе и не могу так легко увернуться из-за отсутствия тяги, я окружен хвостовыми копьями. Очевидно, я был неосторожен, прыгнув так высоко, и это дорогом не обойдется здесь. Меня пронзает в туловище хвост, но я крепко сжимаю его, делая проникновение неглубоким. Потребуется гораздо больше, чем это, чтобы серьезно ранить меня. Мы обмениваемся атаками и контратаками снова и снова, и по ходу боя происходит много близких столкновений. Меня задели едва избежанные удары этих похожих на копья хвостов, но я начинаю понимать, как сражается этот зверь. Это продолжается дольше, чем мне бы хотелось, но я все еще наношу ощутимые удары по этому поводу. Урон накапливается, и у меня все еще есть запас выносливости. На данный момент мне не грозит реальная опасность проиграть, поскольку ход битвы повернулся в мою пользу, но с чрезмерной уверенностью приходит опасность. Именно тогда я чувствую, что что-то не так. Крыса Пантера приостановила свой шквал ударов, по-видимому, давая мне передышку, но я знаю лучше. Я думаю, что он собирается попробовать что-то неожиданное, я должен оставаться настороже. Моя осторожность оправдана, я замечаю, как кончики хвостов раздуваются, и мгновение спустя они выдувают опасный на вид фиолетовый газ. Я действую быстро и противодействую ему магией ветра, превращая ядовитое облако в вихрь и благополучно отправляя его в небо. Ты не ожидал, что твой секретный ход окажется таким бесполезным, не так ли? Насмехаюсь я, нанося апперкот кайдзю, поскольку это показывает потерю концентрации. Сильный удар заставляет его отшатнуться назад, к группе детей. Почему они забрели так близко сюда? Я должен помешать им быть раздавленными. Я бегу к ним так быстро, как только могу, планируя перехватить его, прежде чем он ранит кого-нибудь из этих детей. Но, прежде чем я успеваю добраться до группы, один из них поднимает руку и кричит, Либера, массивный магический разряд, похожий на дракона, отбрасывает огромную крысу-пантеру далеко вдаль. Как, черт возьми, ты? Ох. Я остаюсь ошеломленным, так как сила, стоящая за этим заклинанием, не была такой, с которой ребенок должен был бы справиться, то есть до тех пор, пока я не посмотрю поближе на того, кто его наложил. Уделяя больше внимания детям, я вижу, что тот, кто бросил зверя, один из более молодых на вид клонов Римуру, предположительно сопровождающий группу фукрытии. Я победил. Я победил. Я победила большую крысу. Восклицает она, подпрыгивая от радости. Запрыгнув на крышу, я проверяю, действительно ли она победила его. Она не совсем отправила его с края парка, но он приземлился ужасно близко. Он все еще пытается оправиться от падения, но я этого не допущу. Однако мне нужно добраться туда как можно быстрее, желательно до того, как у него появится шанс сориентироваться. Я поворачиваюсь к Римуру поменьше ростом, зная, что она, вероятно, как-нибудь справится с этим. Брось меня на это. Спрашиваю я Римуру, подскакивая к ней и в кое-то веки доверяясь ей. Она с любопытством смотрит на меня мгновение, прежде чем кивнуть в знак согласия. Тогда ладно. Весело отвечает она. Либера. Без колебаний уменьшенная версия Римуру схватила меня за руку и швырнула, произнося заклинание. Я взлетаю к крысе пантери и наклоняю к ней ноги, готовясь нанести смертельный удар. Удар Рофа. Кричу я, врезаясь в кайдзю. Благодаря объединенной силе заклинания Римуру, швыряющего меня к нему, а также моему хорошо поставленному удару ногой, он отлетает от края парка, падая вниз к каменистой пропасти. Звездочка хруст звездочка. Раздается тошнотворный звук, когда он встречает свой конец, ударяясь о землю всем своим весом. Какой беспорядок. Говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь, когда выглядываю из-за края обрыва. С моей нынешней точки обзора, незакрытой зданиями и другими препятствиями, я вижу, что в парке все еще бушуют две битвы. Это еще не конец, даже с моим уничтожением одного из призванных зверей. Мне нужно возвращаться, еще многое нужно сделать. Но перед этим я должен посвятить лорда Салливана в то, что здесь происходит. У меня не было такой возможности до сих пор, с тех пор как началась эта катастрофа. Я достаю адский телефон, который он доверил мне для поддержания связи, и включаю его. Как хлопотно, я не могу получить сигнал из-за этого шторма маны. Я смотрю на небо, наклубящуюся темную массу облаков, которая образовалась над парком с прибытием трех кайдзю. Я полагаю, что такая концентрация хаотической энергии мешает любым коммуникациям здесь, в парке. Я полагаю, моему отчету придется подождать. Я вздыхаю про себя. Я засовываю свой адский телефон обратно в карман, считая его пока бесполезным, прежде чем бежать обратно к катаклизму, все еще разворачивающемуся фоултер парке.